И еще раз здороваюсь. Добрый день, уважаемые коллеги, те, кто присутствует на вебинаре, те, кто смотрят нас по трансляции во ВКонтакте, а также те, кто будут смотреть запись нашего вебинара на YouTube. Спасибо, что вы здесь. Первое, что я хотел бы сделать, это поздравить женскую часть нашего сегодняшнего вебинара с наступающим праздником. Вот моя любимая картинка из Васи Ложкина. Я надеюсь, она вам тоже понравится. И сегодня, после сегодняшнего вебинара, вы также будете принимать подарки. На работе, я надеюсь, еще пока. Дома завтра. Ну и я присоединяюсь тоже к поздравлениям. Пусть сегодняшний день будет солнечным и хорошим. Ну, а я возвращаюсь, собственно, к нашему сегодняшнему мероприятию. Вот. Тема сегодня вот такая. Проходит этот вебинар во второй раз с таким названием, но это не значит, что сегодня будет точно такой же. Летом прошлого года, в июне, я провел вебинар под названием «Знание для всех даром, и пусть никто не идет обиженным». Дайджест русских просветительских видеоканалов. Сегодня я решил продолжить этот дайджест, потому что уже в июне стало понятно, что то, что я вам тогда рассказывал, это неполная картина. Вот сегодня я совершенно не повторяю, разве что повторю несколько вводных слайдов, расскажу вам о других каналах. Впрочем, я сегодня к русским просветительским каналам добавлю немножко иностранных, которые делятся на две категории. Одни существуют в нашем информационном пространстве в качестве переводов, а вторые есть только на английском языке, но их я все-таки рискнул включить, потому что они, мне кажется, достаточно хороши. И, впрочем, их достаточно немного от общего числа наших видеоканалов. Я здесь агрегирую только те видеоканалы, которые есть на YouTube. Специально не лез в другие социальные сети, потому что тогда можно еще, наверное, большое количество проводить таких вебинаров. Но так или иначе, крупные видеоканалы, они представлены практически во всех соцсетях, поэтому я думаю, что мы здесь не сильно покривим против истины. Как я уже сказал, давайте пройдемся по контексту того, что сегодня будет сказано. Вот такой у нас кратенький план работы сегодня. Чуть-чуть поговорим о том, как просветительская деятельность существовала вчера и какие формы принимает она сегодня. Ну и после этого сразу перейдем конкретно к рассмотрению тех каналов, которые, мне кажется, достойными внимания. Эти каналы, они наверняка будут иметь интерес для вас лично. А также, если вы занимаетесь преподавательством, я бы советовал их также советовать вашим студентам. И иногда даже, может быть, детям. Не все они, конечно, для детей по уровню, но некоторые вполне себе. Специально для каждого канала я обозначил рейтинг сложности. И если рейтинг сложности один или два для из пяти, то, значит, их вполне можно показывать как минимум старшим школьникам. Вот. Ну, давайте пойдем по нашему плану. Итак, поговорим про то, что было вчера. Совсем недавно, еще лет 30 назад, просвещение существовало и неплохо себя чувствовало. Лет 30, может быть, 40 назад, да? Вот. В Советском Союзе существовала хорошая традиция просветительской деятельности. Существовала она как в книжном виде. Вот здесь слева размещен сборник Эврика. В этом, под этой маркой выходило огромное количество просветительской литературы. Вот. Также существовала в телевизионном формате. Вот вы видите здесь передача. Очевидно, невероятная. И выпускалось, к сожалению, не такое же большое количество, но достаточно профессиональных, научно-популярных фильмов. Вот справа, снизу вы видите один из таких фильмов, который называется «Кто за стеной?», посвященный искусственному интеллекту. Потом, к сожалению, настала эпоха, я бы ее назвал эпохой мракобесия, это 90-е годы, когда просветительство было не в чести. Вместо этого у нас присутствовали всякие в телевидении и прочих медиа, всякого рода экстрасенсы, колдуны и прочее. Ну, конечно, как-то теплилась эта тема, но, в общем, вспомнить-то практически нечего. Ну, и, наконец, уже начиная с нулевых годов, эта тема начала просыпаться и, с одной стороны, стало выходить достаточно много, правда, в основном переводной, ну и российской тоже просвистической литературы. Вот один слева, моя любимая книжка по биологии «Лестница жизни» Николейна, отличная книга, хотя и непростая для неискушенного в биологии человека, каким, собственно, являлся я. Достаточно долго ее читал, но получил огромное удовольствие. Ну, и вот справа вы видите тут изображение каналов на YouTube. Ну, во-первых, сам по себе жанр видеоблогинга стал развиваться и занимать все больше места в жизни людей. Ну, и тут же появились видеоканалы не просто развлекательные, а видеоканалы просветительские. Вот пример двух таких каналов приведен. Причем такие видеоканалы, они, ну, во-первых, появились практически по всему спектру наук. Вот, а потом они очень внутри себя, они достаточно интересно, тоже дифференцируются на каналы личные, когда канал привязан к конкретному человеку, на каналы не именные, а под каким-то названием, где могут присутствовать несколько человек, или даже каждый раз присутствует кто-то новый. Вот, и на каналы... Так, что-то у меня не было в голове, забылось. Ну, и да, и этот спектр, он... А, да, а также на отдельных просветителей, которые не имеют собственного канала, но достаточно хороши, и их приглашают постоянно в другие каналы, поэтому имя этих просветителей, оно всегда нам известно, мы часто их смотрим. Вот, например, Владимир Сурдин принадлежит к таким личностям, которые постоянно на других, не на своих каналах, но он возникает не реже раза в неделю, вот его можно встретить, он из первой десятки российских видеопросветителей, можно сказать. Да, ну вот, собственно, про свои, про современные форматы я сказал. Необходимость в этом на... Ну вот, можете у нас посмотреть на... Один из роликов с Урдина, мы видим, что поле не пахано, то есть у нас в комментариях можно встретить такое, что можно удивиться, как мы вообще живем в 21 веке или в 19, кого там только нет, и антиваксеры, и плоскоземельщики, и люди, которые не верят в дарвиновскую теорию, которые не верят вообще в науку, во всем разочаровались. В общем, посетив такой канал и почитав... Под такой ролик и почитав отзывы, это здесь еще мягкие относительно я собрал. Можно подумать, что в стране вообще все плохо. Частично это может быть так, да, но я надеюсь, что все-таки всегда есть люди, которые готовы перехватить факел просветительства и каким-то образом все-таки вывести общество из этой ямы, в которой мы... Яму мракобесия, в которой мы оказались. Вот. Ну и давайте вспомним то, что у нас было и то, что будет сегодня. Здесь я привел краткий список того на двух слайдах. Это первый слайд. Того, что у нас было и того, что будет. Значит, смотрите, то, что не подчеркнуто желтым цветом, желто-зеленым, то было у нас в прошлой части 1, которая проводилась больше полугода назад, в июне 23-го года. Я сегодня положил вам файлы, как сегодняшнюю презентацию. Обязательно ее скачайте, потому что там все ссылки. Без нее будет не очень хорошо. Ну, то есть, послушайте, конечно, но в презентации все ссылки. Так и презентацию прошлую, с тем, чтобы вы могли вспомнить, и она тоже со всеми ссылками, тех просветителей, которые здесь вот не отмечены желтым цветом. Кстати, если кто-то хочет не презентацию скачать, а посмотреть тот наш вебинар, вот вам ссылочка на просмотр. Я эту ссылочку не поместил в свою сегодняшнюю презентацию, просто можете сохранить ее из чата, если вам будет интересно. Вот, так что сегодня у нас большая, достаточно объем. И вот еще продолжение. Вот, я только темы укажу, которые мы будем рассматривать. Ну, начнем с естественных наук. Математика, физика, астрономия, астрофизика, космология, космонавтика. Ну, тут я присовокупил техническую область к соответствующей, естественно, научной химии, биологии, молекулярной биологии, физиологии, антропологии, медицины. Сегодня не будет, я рассказал все в прошлый раз. История, музыковедение, искусствоведение в прошлый раз было. Военная история, история военной техники, история кино, геополитика, дальше идут техническая дисциплина. Ну, я ее обозначил просто авиация, можно сказать, история авиации, хотя там не только история. Филология и лингвистика, литература видения, орнитология, современные медиа, то, что я назвал умным глянцем. Это область, примыкающая к просветительской деятельности. Каналы, посвященные науке в целом. Ну, и каналы, посвященные борьбе с лженаукой, в конце выделил в отдельный пункт. Так что у нас сегодня очень обширный план работы. Ну, и, собственно, давайте перейдем к самим каналам. Думаю, если по минутке на каждый канал, то будет вполне достаточно. Математика. Я уже рассказывал про каналы в прошлом году. Ну, да, в прошлом году канал Саватеева. Не канал, а просветитель Саватеева. Саватеев еще про кого-то я точно рассказывал. А вот забыл про канал, который называется Vital Mass. Виталий, к сожалению, не знаю его фамилии. Вот по своему имени назвал канал. Ну, и одновременно Vital, это можно переводить, наверное, как ведущий в данном случае, да, или как-то так. Вот хороший канал, очень мне нравится, очень хорошо объясняет. Сложность я поставил здесь 4, потому что достаточно сложные проблемы обсуждаются на этом канале. Ну, в числе прочих. То есть каждый канал, конечно, имеет какой-то разброс сложности. как правило, плюс-минус 1 относительно того рейтинга сложности, который я поставил. Я не буду всюду прибавлять слова о том, что я вам рекомендую этот канал. Ну, вот то, что они здесь, уже говорит о том, что я вам рекомендую. Потому что есть некоторые каналы, которые я знаю, но не готов вам рекомендовать по каким-то причинам. О них я говорить не буду. Проблемы рассматриваются как простые, так и достаточно сложные. Но даже простые проблемы рассматриваются достаточно глубоко. Так что вот этот канал я бы рекомендовал для... такого... Не для изучения, а для получения удовольствия от математики. Вот, пожалуйста. Вот этот канал очень хорош. Этот канал английский. Но есть канал... Да, ну... Three Blue, One Brown называется этот канал. Честно говоря, я не помню по какой-то задаче, где три части голубого, одна часть коричневого. Вот. Канал тоже по сложности четверочка. Отличается тем, что в нем оригинальная анимация. И это его фишка. То есть тут все отрисовано настолько классно, что просто за счет этого добавляется некая объяснительная сила. У канала есть русский вариант, который так и называется в скобочках на русском языке. У этого канала 70 тысяч просмотров. Да, наверху написано... Не просмотр, прошу прощения, а подписчиков. 70 тысяч подписчиков. 6 миллионов подписчиков у оригинального английского канала. Можете смотреть как то, так и другое. Здесь у нас внизу ссылка на русский вариант канала. На нем не все переводы, не всех роликов. Но от него можете перейти и на оригинальный канал, и посмотреть остальные ролики тоже. Итак, здесь главная фишка. Это, кстати, в математике очень важно. Когда есть хорошая отрисовка с хорошей визуализацией, понимать становится на порядок проще. Поэтому этот канал просто очень хорош. Ну, еще один канал. Мне его рекомендовал один мой друг гуманитарий, историк. И сказал, что вот на его, с его точки зрения, это настоящая математика для гуманитариев. В ответ на мою просьбу оценить книжку Суватеева, которая так и называется, математика для гуманитариев. Он сказал, что нет, ему это не подходит, а вот это настоящая математика для гуманитариев. Хорошо объяснена, просто и так далее. Только на английском языке. Ну, разумеется, можете включить субтитры и перевести их, сделать перевод на русский язык. Автоматически на YouTube это делается. Немножко страдает перевод, но что ж поделать, ничего страшного. Немного подписчиков, 15 тысяч, но достаточно хороший этот канал. Джеймса Тентона. Сложность небольшая, видите, два. Двоечка. Переходим к физике. Один из просветителей в области физики у нас есть такой Юрий Ткачев. На его канале 227 тысяч подписчиков. Вот пример его ролика. Сложности я оцениваю как среднюю. Три. Опять же, тут есть сложность по глубине и сложность по тематике. Канал рассматривает разную тематику, а вот глубину освещения я оцениваю примерно как среднюю. Мне этот канал очень нравится. Да, все эти каналы я сам смотрю. И не то, чтобы я вчера срочно нашел и решил вам преподать. Я их все смотрю, и они все мне нравятся. Еще один физик. Ну, вот тут я сомневался, куда его включить. То ли в астрофизику, то ли в физику, то ли в биологию. В общем, междисциплинарный такой товарищ. Он в основном, его просветительство связано с поисками разума. Такая достаточно узкая тема. Но с разных позиций он ее освещает. И что очень интересно, с позиции междисциплинарной такой. То есть подход, комплексный подход, как со стороны астрофизики, космонавтики, так и со стороны биологии. Ну, собственно, это всегда примерно так. Так, вот сложность. Ну, вы знаете, достаточно так, хороша сложность. Те, кто любит глубокое освещение, проблемы, вот это как раз для вас. Нет канала у Александра, но его постоянно приглашают в чужие каналы. Так что, когда канала нет, значит, просто берете имя и начинаете искать его. Либо переходите по ссылке внизу, она ведет не на канал, а на тот ролик, который я здесь, собственно, показываю. Ну, надо иметь в виду, что кроме этого ролика есть еще какие-то. Вот достаточно простой канал по физике, называется «Физика от Побединского». Вот это точно канал, который можно рекомендовать молодежи и школьникам. Сам автор канала. Да, видите, тут более полутора миллионов подписчиков на канале. Ну, можно сразу видеть, что канал популярный. Популярный не в смысле количества, да, а популярный в смысле того, что на нем представляется. Представляется вполне себе качественная физика, вполне себе нормальные темы освещаются. Может быть, недостаточно глубоко, зато достаточно эффектно. Вот. Рекомендую как молодому поколению, так и людям гуманитарной направленности вы найдете здесь много нового. Но, возможно, такая популярная, популярный стиль изложения вам окажется не очень близким. Ну, к этому легко можно привыкнуть, вот, потому что вы видите, что за этими, за этой формой не пустышка, а вполне себе качественная, качественный контент. Переходим к астрофизике и тут к тем астрофизикам, которые мы в прошлый раз обсуждали, там лучшие имена, наверное, это мы в прошлый раз назвали, это был и ушедший от нас Семихатов, и ой, прошу прощения, да, да, так, я, нет, я, наверное, ошибся, не буду повторять имена, совсем забыл, кто у нас, как фамилия того астрофизика, который от нас ушел три года уже почти назад, нет, не Семихатов, конечно, забыл, к сожалению, вот, а Сурдин, так, Сурдин, Семихатов, и ладно, не буду, в общем, основную тройку я назвал в прошлый раз, но забыл Дмитрия Вибе, который тоже активно выступает в этой области, вот, у него своего канала нет, его приглашают, он, ну, тоже в области пограничной между астрофизикой и космонавтикой, вот, ну, собственно, эта область, она сама по себе такая зыбкая, поэтому, извините, если я кого-то отнес к одной, а другого к другой, хотя они очень похожи друг на друга, да, сложность такая средняя, ближе к высокой, вот, очень интересно его смотреть тоже. Космонавтика. Вот канал, который я очень люблю, называется Космос просто, вот, видите, сколько у него подписчиков, под миллион, хотя, сложности я обозначаю как три, но иногда там достаточно серьезные сложности встречаются, но Андрей Кузнецов, который ведет этот канал, он старается совсем сложные места обходить, поэтому это все-таки троечка, а не четверочка или пятерка по сложности, вот, и он делает обзоры, то есть, практически раз в неделю или две недели, наверное, в неделю где-то возникает новый обзор, где вы знакомитесь с одной серьезной темой и с обзором того, что произошло на прошедший период. Классно, очень советую, опять же, область промежуточная между космонавтикой и астрофизикой, так что иногда может быть одно, иногда может быть другое. Да, ну, а вот этот ролик, этот канал «Открытый космос зеленого кота», так называемый, посвящен исключительно космонавтики, не астрофизики, и здесь вы можете посмотреть, например, все текущие события, все, что происходит, запуски в прямом эфире, комментарии к ним, кто куда приземлился, преломился, приморсился, вот, с каким успехом, сложность небольшая, то есть, можно смотреть всей семьей, если есть, конечно, космонавтики раз-два-три, зависло, у всех зависло или нет, пожалуйста, нажмите на огонек, если видите нормально меня, еще подтвердите, пожалуйста, да, вижу пять, значит, наверняка все нормально, пожалуйста, напишите в чате, на или, чтобы она перезапустилась, вот, скорее всего, все на ее стороне, вот, ну, в общем, этот канал, который посвящен, собственно, вот, космонавтике, как таковой, в том числе, и истории космонавтики, но, да, хорошо, истории, но в основном, текущему состоянию событий, потому что, про историю космонавтики, чуть-чуть позже поговорим, химия, канал, который я часто смотрю, хотя предпочитаю ему канал, той, сой, который мы в прошлый раз обсуждали, химия просто, сложность небольшая у канала, но, мне достаточно интересно, в отличие от, там, физики, математики, и даже биологии, которые, по которой я совсем не смотрю, спец, химия совсем находится на периферии моих знаний, поэтому, там, в общем, что ни скажи, если это интересно, мне будет тоже интересно, вот, и так, мы имеем два канала, той, сой, который в прошлый раз я говорил, и вот этот, больше по химии, я, собственно, каналов, не знаю, таких, именно просветительских, на русском языке, вот, так что, вот, думаю, этими двумя можно обойтись. биология, ну, биология сейчас у нас находится примерно, на самом острее развития науки, как когда-то находилась физика, вот, поэтому много авторов, много авторов в прошлый раз было, которые я давал, ну, и вот, еще один, сложность, его, 4 и даже 5, этого, этого просветителя, того, что он обычно говорит, у него нет своего канала, его приглашают, вот, пример его ролика, он, в зависимости от того, на какой канал его приглашают, интервью, интервьюирует ли его, либо он сам говорит, сложность может очень сильно колебаться, чуть ли не от двоечки, когда он освещает совсем простые вещи, до чистой пятерки, когда там, он, например, серьезно говорит о происхождении жизни, и там, в общем, такая вот, с уходом в суровую микробиологию, биохимия, говорит он замечательно, интересно, сам тоже имеет широкий круг интересов, и его лекции находятся где-то на стыке, часто находятся на стыке биологии, астрофизики, если это касается, например, жизни на других планетах, и так далее, то есть, тут тоже такой, междисциплинарный получается, направление у него, в общем, это имя, запомните, это достаточно интересно, Евгений Кунин, ну, вот здесь сложность 5, потому что он сам по себе не просветитель, а чистый ученый, причем ученый мирового уровня, вот, но его просветительством он тоже занимается, но только постольку, поскольку его приглашают на разные научные каналы, то, что он говорит, это всегда вот прямо из-под, совсем свежая информация, иногда из-под пера, то есть, иногда его собственные исследования, вот, но это взгляд ученого, то есть, просветители все-таки это часто ученые, но которые отдали свою жизнь, по крайней мере, последние годы именно просветительство, а Евгений Кунин, это именно ученые, а в область просветительства, он заходит постольку, поскольку иногда его зовут на какие-то интервью. Михаил Гельфанд, тоже у него нет канала, тоже его периодически зовут в разные научные каналы, другие, он тоже примыкает к этой когорте биологов и микробиологов, которые говорят о зарождении жизни, о биохимии, микробиологии и так далее. его сложность, сложность того, о чем он говорит, я оцениваю в четверочку, то есть, тоже не низкая достаточно, вот, говорит он очень интересный и хорошо, вот, это имя тоже запомните, пожалуйста. Ну что ж, переходим в другую область от естественных наук, переходим к истории, и тут вот такой вот канал, несколько имен я назвал в прошлый раз, еще раз хочу отметить, что история это такая уже зыбкая наука, которая постоянно находится под давлением текущих обстоятельств, политических, под давлением властей во всех странах практически, так что очень трудно найти чистую историю, которая от этих факторов совсем избавлена, ну, кроме того, у любого историка, даже если он не испытывает давление на себе, у него есть собственные политические взгляды, и они всегда оказывают влияние на то, что делается. Вот канал, который называется Easy History, и действительно easy, здесь можно поставить единичку за сложность, то есть, вполне можно с детьми это смотреть, ну, по крайней мере, старшего возраста. Здесь хорошая отрисовка, как правило, речь идет о каких-то, вот, про историю, вот, в смысле той, которая понималась в 19 веке, то есть, история войн-завоеваний. Вот уровень, я оцениваю уровень нейтральности, то есть, достаточно хороший уровень нейтральности, без всяких смещений по политической части, ну, более-менее. Вот. Очень интересно смотреть, хотя иногда и поверхностно, мне кажется. И иногда возникает ощущение, что все это мы проходили в школе, ну, в том или иной ключе, может быть, немножко с некоторыми нюансами. Ну, полезный, очень полезный канал. Канал «Цифровая история». Вот этот канал, с одной стороны, замечательный, очень глубокий, с другой стороны, не лишенный политического влияния, его, Егор Яковлев, который его возглавляет, но не является единственным автором, он, как правило, приглашает к себе многих других авторов, он таких придерживается ярко выраженных левых взглядов. Вот. Это нехорошо и не плохо, просто как давность, примите это. Вот. Ну, и, соответственно, примерно таких он приглашает к себе участников. Их достаточно много. Тем не менее, я бы обозначил этот канал как достаточно объективный. Ну, то есть, это не пропаганда такая вот, которая на ушах висит, да, а это достаточно объективная история, ну, правда, прикладанная немножко вот с левых позиций. Вот. Чрезвычайно интересные, там длительные достаточно встречи, ролики, часовые, двухчасовые могут быть. Вот. Впрочем, тут не только, тут могут быть очень глубокие такие темы, очень узкие, узкие и глубокие темы, например, там могут в течение трех роликов рассматриваться вопрос, как потопили линкоры, немецкие линкоры во время войны. два линкора было, Кирпиц и Бисмарк, вот как их потопили, например, да, вот на шесть часов, считайте там, или на пять часов. Ну, очень интересно, на самом деле, люди чрезвычайно умные приходят в этот канал, ну, и канал, как вы видите, популярный достаточно. Глубину и сложность я оцениваю как троечку. Ну, и вот примыкает немножко к этому канал Тактик Медиа, который уже можно отнести скорее к военной истории. Вот тоже политический ненейтральный канал, такой ярко выраженный про-советский, я бы сказал, да, хотел бы сказать про-российский, но нет, он скорее про-советский, вот, то есть тоже левый, вот, ну, очень интересный канал, там и история космонавтики на его, на ее ранних этапах, причем очень подробно рассмотрена по, прямо по, по миссиям освоения Венеры, там, освоения Луны, противоспутниковое оружие и так далее. Ну, и другие темы тоже достаточно глубокие и узкие, вот, поэтому, кто любит военную историю, вам вот на этот канал тоже. Я хотел бы сразу сказать, что я тут не навязываю людям свою политическую позицию, вот, поэтому даю каналы, которые могут как-то отклоняться от того, что мне хотелось бы, еще раз хочу сказать, что история, это такая зыбкая вещь. Впрочем, не даю каналы те, с которыми я совершенно не согласен, вот, хотя есть интересные каналы, там, например, Марка Солонина, вот, можно было бы порекомендовать, но я не рекомендую, потому что, мне кажется, что этот канал менее, еще менее, как это сказать, объективен, чем те каналы, которые я привожу. Сложность троечка, да, но иногда, может быть, зашкаливает и за четверочку, например, при рассматривании истории космонавтики могут быть затронуты те темы, которые вот так на раз непонятны. История военной техники. Тут есть такой канал, который имеет, ну, на мой взгляд, дурацкое название, «Правда жизни». Никогда бы не стал смотреть канал с таким манипулирующим названием, но, однако, канал интересный, вот, поэтому, что ж поделать, ну, вот, так он называется, да, ведет его Сергей, Сергей Шумаков, имя владельца канала я вам привожу тогда, когда он сам явно представлен на канале. Иногда каналы есть, ну, не то чтобы зашифрованные, а просто люди не афишируют свое имя, а выступают просто как именем своего канала, тогда я имя не даю. Ну, а Сергей Шумаков, он везде присутствует, как автор этого канала. Популярный канал, 270 тысяч подписчиков, сложность средняя, ну, так, потому что рассмотрение глубокое, достаточно, но, ну, не уходя совсем в какие-то глубины, да, вот, впрочем, на этом канале есть не только история военной техники, но и современное состояние, вот, так что, кому интересно эта тема, прошу на этот канал. Еще одна личность, не рекомендую канал, потому что он в основном такой, ну, производственно, канал Уралвагонзавода, который производит, там, половину наших танков, всех российских, вот это его, звезда этого канала, остальной канал можно не смотреть, там, особо интересного нет, а вот, Сергей Устьянцев, он, историк техники, военной, занимается именно этой проблемой уже многие годы, вот, и у него очень глубокие исследования по поводу военной техники, занимается он историей в основном танковой техники, вот, причем поясняет не только с технической точки зрения, но и с технологической, почему были те или иные решения приняты в свое время, например, почему у нас во время войны был, при наличии отличного танка Т-44 выпускался танк Т-34, который тоже был достаточно хорош, вот, по производственным причинам это было сделано, ну, посмотрите, и несколько других, ну, для меня достаточно интересных я этих сведений не знал, несмотря на то, что сначала скептически относился, но мне очень понравилось то, что делает Сергей, вот, ну, к сожалению, всего несколько роликов его десяток или десятка-полтора на Уралвагонзаводе выложено, может быть, два десятка, если вы совсем его не смотрели, у вас будет интересный, интересный контент на несколько дней, да, если уже смотрели, то, в общем, ролики выходят не так часто, где-то раз в три месяца, наверное, вот, не чаще, ну, раз уж история, давайте поговорим об истории тех направлений, которые также рассматриваются, да, история кино, канал Кинопоиск, который, конечно, занимается не только историей кино, да, но и историю освещает в хорошей степени, сложность единичка на прекрасном популярном уровне описывается, вот, например, вот этот ролик российское кино 21 века, он из пяти частей состоит, начиная с российского кино до революционного и кончая, вот, кино 21 века, пять этапов рассматривается, очень мне этот исторический обзор нравится, ну, и другие ролики тоже хороши, рассматриваются, например, кинофильмы прошедших 20, 30, 40 лет, вот, из этого периода и объясняется, почему этот фильм культовый, что в нем нового, какие новшества, что интересного, там, и так далее, весьма познавательно, рекомендую. Переходим к другим областям знаний, геополитика, которая, наверное, еще более, чем история находится под гнетом политики, ну, вот, один есть канал, который я могу вам рекомендовать, который, на мой взгляд, несмотря на свое, на свою, такую, боюсь даже обозначить, как бы, умеренно прозападную позицию, тем не менее, мне кажется, достаточно взвешенным. Вот, особенно в тех местах, где это не касается современных событий, вот, и событий далеко от нас, например, где-нибудь в Эфиопии, как здесь, отношения Китая с Соединенными Штатами, ну, практически про большинство, ну, не про большинство, конечно, но про основные страны мира, положение в них, можно узнать, что, чем живут эти страны, в том смысле, что, как их географическая положение влияет на то, во что превратились эти страны, какие у них сложности есть, какие преимущества и так далее. Я узнал очень много нового, особенно про далекие страны, про Афганистан, Пакистан, про соперничество Индии и Китая, про южноамериканские страны и так далее, ну, достаточно интересно. Вот, сложность небольшая и отрисовка достаточно хорошая. А, да, вот еще. Канал называется Curious, если я правильно произношу по-английски. Вот, и на нем присутствуют, в основном, присутствуют переводы, по-моему, канадского канала, который называется Caspian Report. Caspian, это не потому, что Каспийское море имеется в виду, а потому, что Caspian зовут автора этого канала. Соответственно, вот, переводной канал имеет 460 тысяч подписчиков, а сам исходный канал имеет полтора миллиона подписчиков. Ну, вот, пожалуй, это единственная из геополитики, которая совсем уж не помечена какой-то, ну, такой уж пропагандой совсем, пропагандой, которую не хочется смотреть ни с одной, ни с другой стороны. Идем дальше. Авиация. Да, ну, это вроде бы как история техники, вроде бы как и текущее состояние техники, поэтому я просто назвал по области техники. Два канала, два канала, которые трудно отличить друг от друга, это SkyShips канал и канал авиасмотр, который на следующем слайде будет. вот в основном ролики посвященные определенным видам авиационной техники, один самолет, один ролик, вот, ну, бывают и другие ролики, например, там, такие познаватели про виды двигателей авиационных или там про какие-то другие тенденции, иногда с новостями бывают ролики, но редко. Вот, ну, правда, беда этих каналов, то, что они существуют уже достаточно далеко и практически все современные и прошедшие самолеты, которые являются такими, про которые стоит сказать, уже про них ролики уже есть, вот, но для тех, кто впервые на этих каналов попадает, на эти каналы попадает, ну, у вас там на пару недель есть что смотреть. Сложность небольшая, вот, можно смотреть с детьми. Ну, и вот канал авиасмотр, тоже пример ролика, аналогичная же аудитория, чуть поменьше, вот, смотрю, как тот и другой с большим удовольствием. Иногда про один и тот же самолет можно посмотреть и получить разностороннюю информацию, очень, очень интересно. Филология. Тут я хотел бы привести двоих авторов. Канал, который называется Филолог всей Руси, зовут ее Юлиев, не помню, как его фамилия, совсем молодая видеоблогер, вот, достаточно такой интенсивный характер роликов у нее, и, я бы сказал, такой задорный. Вот, темы поднимаются всегда достаточно актуальные, и немножко попсовые может быть, но освещение очень хорошее, то есть, несмотря на молодость, глубина тоже присутствует, что я ценю в этом канале. Сложность двоечка, то есть, смотреть можно как бы это сказать, за обедом можно смотреть. Есть такие каналы, которые надо вглядываться, всматриваться, слушаться в каждое слово. Здесь можно попроще к этому относиться. Ну, и второй канал, которому я поставил сложность 4, филологически, ну, или лингвистически, если угодно. Это канал, который называется Микитка сын Алексеев. Здесь уже посложнее, хотя темы могут быть абсолютно те же, что на предыдущем канале, но погружение достаточно глубокое, изучение с точки зрения истории, истории языка, то есть мы можем начинать там прямо от 12 века, как слово переходило, выражение употреблялось или нет. Ну, вот данный ролик, например, про букву Ё, про историю и миф появления буквы Ё. Ролики подлиннее, чем в предыдущем случае, чем у филологов Сиаруси, как правило, бывают и 40-минутные ролики, как правило, около 20 минут. Ну, и они такие достаточно провокационные, я бы сказал, потому что автор канала, он занимает такую позицию, скорее лингвистическую, нежели филологически учебную. Вот это вот так правильно и так говорить. Он говорит, да нет, то, что вам говорят, на самом деле, можно и так, и так, а вот в истории было так, а потом стало так, и не надо заморачиваться, да, а дел на дел, это не так все, подходите к этому без снобизма, и объясняет, почему надо подходить к этому без снобизма. Вот, вот этим этот канал мне очень нравится, потому что разбивает те мифы, которые существуют у нас вокруг языка. Ну, я пометил здесь канал как литература ведения, на самом деле это просто литературный канал, канал называется Армены Федор, это один из моих любимых каналов, канал эстетически безупречный, я бы его назвал, достаточно глубокий, я поставил здесь четверочку, на канале можно найти много роликов, к сожалению, не так часто они выходят, раз в месяц, не чаще, вот, мои любимые ролики, это ролик про Гоголя, про Набокова, про Борхеса, ну, многие другие, на самом деле много очень роликов, которые про поэзию Бродского, блестящие ролики, просто блестящие, я бы сказал, вот, канал называется Армен и Федор, на самом деле там один ведущий, владелец канала Армен Захарян, кто такой Федор, никто не знает, то ли это его оператор, то ли это его кот, не знаю, он не признается, вот, но название классное, вот, очень рекомендую, если все остальные, я просто рекомендую, этот канал я вам очень рекомендую, ну, и совсем в другую область, теперь шагнем, орнитология, канал, такой, я бы сказал, очень домашний, канал Василия Вишневского, орнитолога, про птичек, канал, домашний, потому, потому, что он, вот, прямо вот, вышли в парк, и вот этих птичек можно посмотреть, вот, Василий Вишневский, очень доходчиво, иногда, впрочем, достаточно занудно, его некоторые ролики, я бы сказал, немножко затянуты, можно было на 10 минут сказать то, что он рассказывает, 25, но в целом, очень приятно смотреть, на птичек, на организацию кормушек, на то, как птички охотятся, там, вот, например, недавно был замечательный ролик про воробьиного сыча, который, там, вот, прямо в московском парке где-то сидит и ждет, пока мышка выскочит, там, и тут же ее съедает, несмотря на то, что вокруг него, там, выстроилась около десятка фотографов, которые пытаются его запечатлеть, в общем, очень советую, такое вот в стиле передачи в мире животных. Вот тут немного шаг в сторону, это такой канал, который я заглавил современные медиа, современные медиа, в том смысле, не медиа, не средства массовой информации, а медиа, в смысле, виды контента различные. Вова Ломов, он так себя называет, да, не Владимир Ломов, а Вова Ломов, вот, вещает он на канале организации, которую я не буду называть, потому что она является иноагентом, но сам Владимир Ломов не является иноагентом, и то, о чем он говорит, вполне нейтрально политически, это про контент, про инструменты, которые можно с этим контентом каким-то образом преобразовывать, создавать, делать интерактивный контент, и так далее. у него уже не одна сотня роликов, посвященные различным инструментам. Сложность я пометил как троечка, у этих роликов есть одно преимущество и один недостаток. Преимущество это замечательный стиль изложения и медийность, а также краткость этих роликов, посмотреть, они, как правило, пятиминутные, и не больше. Недостаток в том, что проистекает из достоинств, как всегда, собственно, эти ролики не учебные, эти ролики, скорее, завлекающие. То есть, за то время, когда пока автор успевает раскрыть суть того или иного инструмента, как правило, достаточно сложного, нельзя усвоить этот инструмент. Можно только заинтересоваться этим инструментом и потом пойти и самому что-то посмотреть. Тем не менее, ролики я сам с большим удовольствием смотрю и черпаю из них, кстати, идеи для своего курса, о котором сейчас расскажу. Потому что именно после этого ролика хочется рассказать о своем курсе, который состоится в ближайшее время. Это такое лирическое отступление. 19 марта начнется мой курс совместно с компанией Ракурс, как всегда, профессиональная разработка электронного учебного контента. В девятый раз уже запускается этот курс. Он живет уже собственной жизнью и, наверное, от того, что было 9 лет назад, практически ничего не осталось, потому что он обновляется. Здесь я тоже говорю о контенте, но гораздо подробнее, чем в Оволомов, хотя может быть немножко более избивчиво. 12 тем в нашем курсе, 12 двухчасовых вебинаров с показами большими. Кто хочет присоединиться, пожалуйста, вот две ссылочки есть, а давайте я вам эти ссылочки дам. Одну минутку, чтобы вы уж могли прямо сейчас перейти, а потом после вебинара уже их посмотреть. Так, вот эти две ссылки. Одна на мой... Ой-ой-ой, они... Нет, не сшились, нормально. две ссылки. Одна на мой лендинг, а вторая, собственно, на компанию Ракурс, где этот курс представлен и откуда, собственно, на нем можно зарегистрироваться. Так, ну ладно, не буду заниматься саморекламой слишком уж долго. Вот, идем дальше. Следующая тема, я ее заглавил как умный глянец. Ну, вообще, я не сторонник глянца, то есть развлечения любой ценой, но все-таки в этой области есть некий такой раздел, который попадает под нашу классификацию просветительской деятельности. Это так называемый умный глянец, да, это когда автор берет какую-то тему, причем эта тема каждый раз разная, да, в отличие от просветителей по какому-то направлению, которые сами являются специалистами в этой теме, да, авторы этих каналов берут тему, которая не является их профессиональной темой, но которую они могут осветить, изучить предварительно. Вот, и вот таких вот два канала я выделю, один канал, который называется Файб, который достаточно умно рассказывает о каких-то узких темах, тему могут иметь отношение к науке или не иметь, скорее всего, иметь отношение к истории или жизни, вот, например, вот этот ролик посвящен, я забыл, к сожалению, хотел вам сказать, забыл имя того человека, которому он посвящен, а, нет, это, да, не тот ролик, прошу прощения, это тема по поводу математиков вычислителей, которые приходят в игровые залы и пытаются методом счета обыграть зал, обыграть то место, куда они пришли, как правило, в карты, вот, многим это удается, но когда их вычисляют, их выгоняют, как правило, вот такая захватывающая тема, интересная, имеющая отношение к математике, но в основном, собственно, к, такая бытовая, достаточно тема интересная, бывают исторические темы, достаточно, тоже интересные, ну, в общем, смотреть его интересно, я бы не сказал, что смотреть настолько же полезно, как научные каналы, да, но смотреть весьма интересно, ну, и второй такой же канал, это канал Юлии Большаковой, вот, который называется, у нее история культуры и история без культуры, тоже в том же самом ключе, абсолютно, то есть, это каналы, если не двойники, по направлению своему, да, то очень похожие, единственное, чем они отличаются, это авторские подачи, да, то есть, у одного своя авторская подача, у Юлии совсем другая авторская подача, и то, и другое, очень просто, смотреть можно семьей, смотреть можно за обедом, очень хорошее такое времяпровождение, ну, и, наука в целом, это каналы, которые не ориентируются на какой-то конкретной науке, приглашают тех, кого считают нужным, часто, иногда на этих каналах возникают не только деятели науки и просветители, а кто-то другой, но, как правило, все-таки они посвящены, там, приходят туда какие-то просветители, научные деятели и так далее, очень, один из таких каналов ведет Борис Веденский, называется Основа, молодой, но очень растущий интервьюер, то есть, его ранние, ранние ролики, поздние ролики отличаются в лучшую сторону от ранних, ну, и качество тех людей, которых он приглашает, тоже со временем растет, в общем, канал достаточно хорош, сложность зависит от того, кого он приглашает, в основном, да, ну, и, что касается сложности тех вопросов, которые он задает, я бы среднюю сложность здесь обозначил, ну, и количество полмиллиона подписчиков, оно говорит о том, что канал все-таки достаточно популярный, и очень в большую сложность он не углубляется, впрочем, когда приходят люди, которые склонны к более сложному изложению, то он может быть и посложнее. Еще один канал с Q1, вот, ну, это вообще совсем популярный канал, и видно по количеству подписчиков сразу больше миллиона, вот Гончарук, он сам ведет эти каналы, никого не приглашает, как правило, это обзоры, в основном, интересно, интересные обзоры, сложность средняя, я бы даже сказал от двух до трех, так вот, вот наука в целом, это может быть и биология, это может быть и астрофизика, все подряд, в общем, такая, как бы это сказать, лайт-версия научной передачи, телевизионной такой. Постнаука. Отличнейший канал с одним недостатком, как вы видите, почти полтора миллиона подписчиков, отличное качество, прекрасные люди, которые на этот канал ходили, к сожалению, канал последние два года почти не существует, то есть, на нем теплится какая-то жизнь, но в основном, все, что на нем происходило, происходило более двух лет назад. Впрочем, он был одним из самых первых каналов, который начал говорить про науку популярным языком, и там вы можете встретить огромное количество роликов в истории и всех пересмотреть, это очень, в общем, занятие очень-очень надолго. Если вам этот канал неизвестен, вам его смотреть очень много, ну и практически каждый, кто приходил на этот канал, это человек, который заслуживает внимания. То есть, вот, то, что я вам чрезвычайно тоже советую. Ну и последняя область, которую я хотел бы обсудить особо, это вот есть часть людей, которые, как правило, ученые в какой-то области, которые еще занимаются борьбой с лженаукой, то есть развеиванием всяких мифов лженаучных с быдующими представлениями, те, которые не являются научными, работа и так далее. Ну вот, одна из таких спикеров, Ирина Якутенко, она сама биолог, поэтому я вам больше рекомендую ее биологические ролики, потому что иногда уходят в те области, в которых ничего не понимает, ну нет, не то, чтобы ничего не понимает, но не является прямым специалистом. Биологические ролики достаточно хороши, ну вот, например, ярко выраженный ролик по борьбе с лженаукой, это про БАДы, биологические добавки, которые, в общем, как правило, являются обманом. Вот, сложность 4, потому что иногда в области биологии она достаточно сложные вещи говорит, но в целом смотреть достаточно можно. Ну и два других канала неименных, это центр РХ, который можно отнести как к каналу, который борется лженаукой, так и к каналу общенаучному, потому что там общепопулярные вещи тоже есть, серединка наполовинку, вот, достаточно интересный канал, ну и вот я его периодически смотрю, и последний канал, который, кажется, последний, который я вам здесь хочу присоветовать, вот это точно канал, который на борьбе с мифами ориентирован, который называется антропогенез.ру, вот, собственно, он и построен на том, чтобы пригласить человека, который бы развеял какие-то мифы, которые являются либо явно лженаучными, либо являются просто не очень научными и неподтвержденными какими-то, да, вот, сложность дворечка, то есть смотреть можно тоже всем и при любых практически обстоятельствах, вот, ну что ж, мы с вами докатились до конца, я рассказал обо всех, о ком хотел, специально вчера выявлял, не забыл ли я кого-либо, теперь у меня, наверное, как минимум на год не будет, тем, пока не появятся новые имена, которых я хотел бы вам представить, вот, надеюсь, что вам было интересно, если у вас есть какие-то вопросы, а, вон, вижу, вопросы есть, скажите, пожалуйста, есть ли интересные каналы для детей по автомобилестроению, истории автомобилестроения, к сожалению, не знаю таких каналов, знаю канал автомобильный, но категорически не рекомендовал бы детям, канал Стаса Остафьева, там, как бы, товарищ очень хорошо знает автомобили, но, к сожалению, там присутствует ненормативная лексика, вот, смотреть интересно, автолюбителя, детям бы не рекомендовал, вот, да, Владимир, вам тоже спасибо, или вам тоже спасибо, я понимаю, что сегодня такой, это был именно обзор, то есть, ничего конкретного, да, но я надеюсь, что после того, как вы это скачаете и посетите хотя бы несколько из этих каналов, вы получите свою пользу, потому, что я считаю, что просветительство это та область, ну, которая, собственно, директ-академия занимается, тоже просветительской деятельностью, да, это та область, которой стоит посвятить свою жизнь. Еще раз поздравляю всех присутствующих здесь женщин с наступающим праздником, женским днем 8 марта. Хотел бы призвать вас приходить к нам в Директ-академию сразу после праздника, а мы вместе